Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мне подходить попозже не надо Да, друзья Также нас всех организовала Эту прекрасную команду Мстителей Неонавт Замглавред Объяснять эти три слога я не буду Я думаю, все понимают Уважаемые джентльмены Кем-то все-таки Любимые Давайте обсудим несколько тем Которые у нас на этой неделе возникли Первое Это HomeStory Cup И мы все-таки позвали человека Который к этому Все-таки не имеет Немного средства отношения Но Ease пойдет попозже Поэтому немножко перенесем эту тему Вот В целом вот такой этюд Далее у нас патч Патч И Грядущий LAN И там несколько под тем Которые мы перейдем Ну раз Ease подойдет Давайте начнем с HomeStory Cup Ничего страшного нет Вопрос сразу К Богдану Значит Кто с кем жил И с кем ты больше не хочешь видеться После HomeStory Самые грязные Достал сразу Вообще Мне повезло Изначально Все вдвоем жили Ну я не знаю Это известно или нет А мне дали Один номер С двумя кроватями То есть Одну мне Но Там Приехал Демат Где-то на третий день И он Сказал Что он живет В палатке Там есть такая секция С палаток И там Он в палатке Там 6 матрасов Платка не очень большая Он с 6 людьми живет И там Типа Нету там душ Вот это душ Идти надо отдельное место Там далеко Туалет тоже отдельно Я такое предложил ему Типа Пожить со мной Потому что у меня Как бы все удобства есть И вторая кровать Полноценная Есть отдельно Ну Поэтому я живу Затемагой почти все время Ну в целом У меня поселились Одного изначально После HomeStory Кого видеть Не хочу Да До такого не могу сказать Очень хороший Веселый То есть Ну Вообще Даже не представляю Во сколько он обошелся Очень хорошо организован Для игроков все сделали Просто очень весело было Автопати Еще было тоже Кайфовое То есть у вас было Проживание Оплачено уже? Да Нам еще даже Дали браслеты Такие И там как бы Чип И ты можешь им расплачиваться За еду Например Там 100 евро На них Каждому игроку Вот Ну да А так Цена Даже Дело Плюс Вот еда Обалдеть Да Крутой Ивент Конечно Раньше Насколько я знаю Они Не оплачивали Или оплачивали Только тем Прошел Закрытые Последние Три Ну да Это Четвертый Для меня Четвертый Был Хобстой Но До Три До Этого Они Ничего Не оплачивали Вообще То есть Просто Приходишь Играешь То есть Ты там Рекомандовать Оплачивать Или Ты сам Ничего Не оплачивают В этот раз Да Они Жилье Оплатили То есть Даже Вот Еду Как бы Можно Скать Оплатили Ну Это Они Вся Например С Птерк ТВ После Их Плана Все Почему-то Забывают Что в Питере Тоже Всех Кормили Я Тогда Промолчал Ну На ВЦС Как бы Тоже Всех Кормили Мне ВЦС Честно Говоря Вот ВЦС И Хоместория Где-то На одном Уровне Для меня Было По уровню Веселья Скажем Так То есть Дримхак Вообще Ну Дримхак Типа Вообще Не Очень То есть Двух Дримхаков Был Мне Вообще Не Понравились Типа Ну Это По сути Ивент Ты Приехал Сыграл И Все Типа То есть Ты можешь Повеселиться Там Но Это Уже Как бы Не со Старкрафта Там Связано Условно А Ты Там С Щериками Договорился И пошел С ними Куда-то Отдыхать А там На Ивенте Самом Можно Повеселиться То есть И на ВЦС И на История А на Дримхаках Такого Нет Вот Кстати Это Не Очень Показывали Как-то Вы Реально Покупались Там Прыгали С Этих Какие-то Там Были Горки Да Там Что-то Еще Там Там Вроде Много Видосов Было На самом деле Но Показывали Как Вы Либо До Игр Либо После Игр Вот Именно Поиграл И пошел Искупался Такое Было Я Вообще Особо Не Купался Горя Не Фанат Этого Но Там Многие Да То Есть Я Себя Не Беру В Расчет А Остальные Да Там Много Кто Купался Ну Не Знаю Че Сказать Ну Просто Да Купались А Тебе Что Там Было Из Веселого Вот Допустим Мне Просто Наррались Такие Ивенты Что Общение Там Все Дела То То Есть Такая Игрок Это Твой Конкурент Там Типа Не Дай Бог Им Страта Какие Не Выдать Так Просто Весело Пообщаться Ну То 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 Спрашивают Что Марин Лорд Карты Еще Не Отжал Так Не Отжал А Потом Когда Назнал Что Он Так Расстроился Это Такой Фановый Вент Можно Сказать Это Не ВЦС Условно Ну Да Это Не ВЦС Просто Другой Тип Турнира Другой Ивент Вот Но Вот Они До Этого Когда Было У Тейка Организовано Играли В Там Настольный Футбол Там В Какие-то Автоматы В этот раз Помимо Вот этих Корок Что-то Было Да Там Были Какие-то Штуки Настольные Там Покер Как всегда Был Вроде Б Или Там Они В Родиноч У него Играли Это Нафтопат Играли Я знаю Мархейм Играл Потому Что Он Любит В покер Поиграть Да Да Мархейм Часто Был Прикольный Мужик Типа Ну Такой Не скажу Что Миллиардер То Есть Такой Обычный Вообще Со всеми Общается Фоткается Ну Потому Что Он Миллионер Он Хороший Обычный Мужик Не Миллиардер Один Раз Он Сидел На Стриме На диване За Комендаторами К нему Пришла Его Жена И Начала Его Выстегивать Он Еще на Автопате Музыка Очень Громкая Он Еще Ребенка Взял С собой Такого Маленькая В коляске Он Спал Под музыку Там Музыка Ну Как На дискотеке Знаете Там Очень Громко Бьет Прям Вообще Ты там Никого Не слышишь Когда Ни Подходить Говорить Там Ребенок Его Спал Чисто Он Час Ездит С Семьей Вот Когда Тримхак Влетал Влетал С ним По Одному Самолете И Там Жена Его И Ребенок И С Ними Там Можно Было Подойти Пообщаться Там Милые Люди Довольно Так Ну Да Я Говорю Да Обычный Мужик Такой Интересный Что Еще Ну Просто Такой Очень Крутой Вент Многим Примерно Добрать Конечно Дорого Обошелся Достаточно Но Судя По Спонсору И Продакшну Я думаю Что Как-то Сумма Купилась Я Все-таки Наверное Почему-то Процентов На 20 Уверен Что Все-таки Небольшой Минус Зашли Организаторы Ну Так Если Прикину Что Было В принципе Но Возможно На Того Стоило Я Думаю Любой Организатор Боже Закладывать Риск Я Думаю Минусы Не Зашли Это Точно Я В целом Дорого Этимент Обошелся По Меркам Старкрафта Скажем так Даже Киберспортивно Старкрафта В целом Просто Они На Донатах Много Собрали Уже Даже Они Каждый Хоумсторий Последний Хоумсторий Собирают В конце Стрима На Следующих Хоумсторий В конце Закончили Где-то На Суме 20 Тысяч Но Это Такая Сумма Это Только Донат Плюс Портреты Получают Еще Что-то Близзард Очерина Плюс Спонсоры Что-то Дали То есть Думаю Там Купилось Плюс Еще Какой-то Мужик Добавил Призовой 25 Да Тоже Миллиардер Старкрафта В общем В целом Тебе Именно Организация Понравилась Такая Человая Да Очень Крутая То есть Да Были Много Пространства Ну да Вообще Много А Тоже Важный Момент Что Много Народу Было То есть Ну Они Даже Специальные Гости Пригласили Так Называем То есть Димага Был Вайтра То есть Очень Много Людей С кем Пообщаться Там Был Ко Фаундер Твича Даже У них В конце На диване Он сидел И у него Завис Твич В приложении Когда Он Сабскрайб Хотел Сделать Там Много Кто Был Там Был Какой-то Челик Из Мочерино То есть Ну Именно Работник Представите Там Какие-то Ну Вообще Люди Такие Были Ну То есть На Тебе Повезло Я думаю Там Роттердам Отдавался За него В этом Плане Что За Мем С Роттердам Без Футболки Несколько Хомстари Назад Пошел Такой Мем Типа Что Я Честно Говоря Не знаю Но Я Это Где Сутболки Да Вот Кстати У нас В чатике Красьте Объявился И Как Знатный Организатор Он Говорит Что Навряд ли Дорого Обошелся Хомстари Кап Скорее Во-первых Это Самый Большой Квапарк Европе Ну Конечно Тролит Я думаю Это Не бесплатно Арендовать Место Достаточно Большое Место Они взяли Во-вторых Всем Жилье Где Чтобы Понимали Одна Ночь Стоит 170 Ли 150 Евро Была Говорилась Помню Одно Жилье Это Цена Средним По Европе Курортная Такая Сколько Игроков Приехало Сколько Спешл Ге Сколько Став То есть Я думаю Я думаю Это Окупилось Конечно Но Во-вторых Говорю Что Я думаю Это Дорого Все-таки Было И С Нами Сергей Изард Приветики Да Привет Мы Обсуждаем Как Было Хорошо На самом деле Мы Все Обсудили Подключился Попрощаться Да Вы Ребят Идите Я тут Продолжу Пока Аудиторию Собрали Я Что Нибудь Поделаю Там Подписывайтесь Ставьте Плюсики Подписывайтесь На канал Донатьте Мне Чтобы Было Четко Рекламку Да Вот Я Думал Что Хочу Сказать 17 минут Сначала Эфина Прошло Ни одной Рекламы Непорядок Я Что Там У нас Сегодня Это Какая Реклама Нечена Кладные Шары Прекламы Кейсы Для CSGO Прекламу Подушек Ну ладно Окей Подушки Куда Не шло Вопрос С нашего Ютуба Вот Поступил Почему Хэл Такой Красивый Это Я Задавал Вопрос Это Это Спасибо Если Есть Еще Вопросы Можете Задавать Так Вот Далее Что По Home Story Мы Примерно Обсудили Чтобы Сергей Объяснить В чем Дело Мы Обсудили Само Организацию Как Там Было Весело Прекрасно Какой хороший Аквапарк Какие хорошие Люди И так далее Я думаю Что можно Перейти К спортивной Части Я бы хотел Обсудить Перед этим Вот этот Тренд Что Народ Сравнивает Даже Игроки Какой Был Плохой Близкон И Какой Хороший Home Story Абсолютно Согласен Намного Лучше Было Чем Близкон Как бы Это ни странно Звучало То есть Близкон Явно Видно Что сделали Так Ну Типа Уже раз Есть Близкон То что Провести Надо Ну вот Овервоч Арена Какая-то Одна Из 30 В Очерен Каких-то Не Самых Не Самая Лучшая Это Наверное Почему Так Сергей Как Ты Думаешь Ну В смысле Все Просто Home Story Да Ёшкин Пылесос Какой-то Все-таки Пильнул Кто-то Рекламу Так Вот Home Story Делали Ребята С душой Что Называется Прям Прям Хотели Сделать Ну Когда Ты Хочешь Что-то Сделать Когда Вот Прям От Души Естественно Оно Будет Лучше Тем Более Тут Юбилейный Турнир И так Далее Почему Близко Он Такой Получился Ну Опять же Я Не Думаю Что Те Люди Которые Там Работают Киберспортивном Подразделении Или Каком-то Подразделении Blizzard Которая За это Отвечает Работает Со Старкартом Они Такие А сделаем Ко Мы Посоль Близко Нет Ну Наверное Им Сказали Что Ребята Так Вот И так У Нас Их Четыре Дня На Близко Вот Вам Там Десять Часов Отыграйте Там Своим WCS Global Finals А потом Сорян У нас Там Овер Презентуем Диабло И Вот Это Вот Все И Что Могли Они Из Этого Выжили Вот Но Да Вот Такое Наверное Да Показывает Что Ну Как Есть Вещи Сейчас У Близзов Поважнее Чем Старкрафт Но Как Б Моя Точка Зрения Спасибо И на Этом Блин Вот Хоть Б Так Ну Да Типа Все Не Громно Близко Мне Так Ранес Ну Типа Ну Типа Кстати При этом Групповую Стадию Близко Очень Интересно Было Неплохо Да Согласен Организовали Хорошо Потому Что Корейцы Видимо Вложились В это Нормально Вот А здесь Там Основная Это На самом деле Проблема Мне кажется Это Вот Арена И Ну Не Дали Арену Отдельную Просто Вот И То Что В Как Будто Это Последний Турнир По Старкрафту Вообще Цел Вот Это Все После Турнира Ничего Не Будет Вообще Это Мода Ну Со Всем Прощается Все Это Мода Всем позвонили Там Дэвиду Киму Даже Позвонили Ничего Себя Хаку Позвонили Если Что Группа Ленинград Тоже Скоро В Питере Последний Концерт Давать Будет Но Я готов Поставить Все Что Угодно Все Что Угодно Что Это Неправда Как И Совсем Что Угодно Ну Они Переборщили С Пафосом Мне Так Она Близко Наоборот Просто Игры То есть Наоборот Ничего Не Было Это Трендовая Тема Ты Проводишь Последний Турнир Ты Хайпуешь Потом Ты Снова Заждаем Серию Если Вы Не Забыли То Леонард Дикапри Тоже Объявляла О том Что Он Заканчивает Сниматься В кино Лет Шесть Назад Заметьте Что Они Вердос Чего Мы Далеко Ходим Верди Сколько Раз Завершил Карьеру У У Ничего Сердечный Приступ Не Случился 28 лет Вот Да Они Говорили Что Это Будет Последний Турнир Но При Этом Собрали 20000 На Следующий Турнир Не Они Говорили Не Они Это Слишком Павлостно Для Юбилей 21 Будет Квартира Студии Бутова Там Все Думают Где Будет 30 30 Это XX 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 Ну В Германии Я знаю В Амстердаме Места Да Или В Амстердаме Вообще Это Столица Этой Индустрии Германия Так что Я думаю На А Про Какую Индустрию Ты Конкретно Говоришь Про Какую Ты Говоришь 3 Индустрия С Богданта Что ли Индустрия Старокрафта Базируется На Overwatch Аренах Ну да Ну что Перейдем К спортивной Части Да Пора Значит Смотрите Играли мы На новом Патче Мы не Играли Богдан играл Но немного Но тем не менее Играли мы На новом Патче На На старых Картах Да По-моему Да На старых Картах Про Финал Мы еще Поговорим Вот Sword of Marlin Lord Мне Собственно Интересно Как так Получилось Может Богдан Есть мнение На этот счет А и Soul Еще Не знаю Я Честно Говоря Ну Где-то Короче Я Кроме Турниров Игр На Home Story Ни Одной Играл То есть Я Только Сыграл Турнир На Игры То есть Я Не Ты Даже Не Тренился Не 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 Ну Я Знаю У меня Перед Home Story Еще Рассказывал Это Как-то Вообще Starcraft Как-то Надоел Типа Скучно Как-то Сейчас Уже Снова Ну Сейчас Уже Лучше Типа Но У меня Перед Home Story Вот Как-то Вообще Баланс Баланс Какой-то Не Такой Просто Скучно Уже Играть Было Как-то Не знаю Все Одно И то Же И Я Просто Как-то По Инерции Играл Уже Ну Да Я На Турнире Чисто Турнирной Игры Сыграл Я Ни Одной Игры Не Сыграл Ни До Ни После Ну А Сортов А за остальных Я не знаю Чего сказать Сортов Мы знаем Тренин Как Последний Турнир В своей Жизни До И во Время Турнира Бывает У меня Home Story Год назад Тоже Там Типа Был Очень Плохой Результат А Вот Полгода Назад Я Там Из Группы Даже Вышел А Шутайм Не Вышел Третье Место Занял Шутайм Тивайм Лейзером То есть Раз на раз Не приходится К этому Говорю То есть Там Условно У кого Даже Шутайм Рассказывал Есть Такое Понятие Как Дневная Форма То есть Ты можешь Даже В один День Ты можешь Одного Оспределенного Игрока Выиграть 3-0 А можешь На следующий День Проиграть 3-0 Шутайм Вот такой Был Он И лейзер В один День Проиграл 3-0 На каком-то Турнире А на следующий День Вот Реально На следующий 4-0 То есть Ну Много Когда Егэб Крашен Сюда После Это Я не знаю У сортов У сортов Это Если Говорить Про сортов У него Группа Он Начинает Короче Первый Матч Партинг Второй Матч Хедомарин Это Правда Да Но Я в целом Говорю Что Причин Много То есть Ну Да Одну Одну Причину Выделить Невозможно Нельзя Скаж Что Он Такой Вроде Не Говорил Но Не Знаю Просто Сыграл Сыграл Так А тем Более Зерга Как У него У него Первой Игре С партингом Помню Было Тильтанол Сильно Он Короче С партингом Играл И там Партинг Постан Третий Прокси Нексус А сортов Скаут С родним Блингом Ему Там Одного Пикселя Не хватило Чтобы Прокси Нексус Лингом Увидеть И он Типа Не Увидел Потом Ревайн Посмотрел Ревку Типа Что Немного Пикселя Не Хотел Это Прям Первая Игра У него Была Типа Жестко Танул За Типа Ну Там Просто Прокси Нексус Тупой Постоял Парти Третий И Типа Он Последний Матч С друг Играл Оф Рейсами Потому Что Их Типа Матч Уже Ничего Не Решал И Там Рофли Все Говорили Что У него 1.14 А он Говорил Не У меня 3.11 Все Говорят Ты Оф Рейс Играл А он Говорит Ну Ладно Давайте 1.11 Говорить Он Что Там Еще Шутка Что Марин Лорд Выиграл Больше Матчей Протас Он Когда Уже 0.10 Проигрывал Что Такое Он Сто Процентов Последнее Место Условно Он Такой Сидел Чисто Рофли Сидел Смотрели Я Даже Видосик Записал Не Было Какого Регламента Типа Нельзя У нас Дисквалифицируем С Голл Сториком Я Говорю Он Сидел Мы С Ламбой Рядом С Мульти Таскинг Типа Именно Сидел Рофли Время Турнир Это Показательный Показательная Штука В плане Что Турнир Такой Скорее Фановый На Групповой Станке Даже Когда Деньги Посерьезнее Там Но Мне кажется Там Есть Люди Которые Приезжают Прям Типа Инновейшна Там Вот Партинга Может Хотя Партинг Он Тоже Такой Шоумен Не Больше Всех Рофлю Но По-моему Когда Он Кью Проиграл Там В итоге Он Чуть Ли Не Плакал Дня Мне Показалось Вряд Ли Не Я С ним Много Общался Позитивный Человек Еще А История С Блайм Еще Была Вы же Найти История С Блайм И Мажором А Со Спешл Объясни Пожалуйста Что Произошло Конкретно Там На Ликопедии Написано Вроде Не Совсем Правильно Но Там На Каком Не Православном Написано В общем Там Один Ор Идет Спешл И И И Там Вторая Игра Где-то Минута Одиннадцатая Там Блайм Отставание Такое Ну Я Не Знаю Не Помню Насколько Сильная Но Такое Нормальное Отставание Там То есть Игра Еще Не Проиграна Условно У них Лимиты Более Менее Равны Там У него Экономика Чуть Хуже Гриды По-моему Чуть Лучше У него Были Но У него Экономика Значительно Хуже Скажем С Спешл И Тут Блайт Что-то Тянет Крип И Пишет Паузу Пишет Типа Ой Типа Я Могу Отменить Крип Тумор Это Старый Патч Получается И Он Говорит Надо Типа Регейм Делать А там Уже Игра Минута Двенадцатая Или Тринадцатая У Мажора Преимущество И он Такой Мажор Говорит Да Не Типа Не Буду Переигрывать А Насколько Я знаю Слышал У них Еще Ну Вообще В целом У них Между Собой Такие Не Очень Отношения И Они Где-то Полтора Часа После То есть Они Удивнули Из игры С админом Спорили Какое Решение Принять То есть Переиграть Или Из репки Продолжить Ну Типа Чего Сделать В итоге Приняли Решение После Полтора Часов Сыграть Бо-3 За одну Карту И только На эфемероне То есть Доиграть Вот эту Карту Которую Они Доиграли И Типа И Бо-3 То есть Если Блай Выигрывать То 1-0 И Вообще Блай Все-таки Эту Карту Выиграл Которое У нее Оставание Было Потом Мажор Выиграл И Блай Потом Еще Одну Выиграл И Он Получается Блай Три Выиграл За Одну Карту Вот Я Вроде Понятно Марин Лорд Мог Сказать Что У него Не Один 13 А 3 11 Так У него Реально 3 11 А Ну Я Забыл Еще Больше Сказать Вообще За каждую Карту Дают Денег Больше Не знаю Ну Принципиально Не знаю Ну Так Его Уже Заморочки Понятно Далее По Сетке Плей-офф Теперь Давайте Поговорим Про Про Матчи В группах Потому Что Все-таки И Блай И Хел Только Там Остановились Ты Походу Матчи Когда Напразыгрывался Как-то Обретал Уверенность В этом Патче Или Ты Всю Групповую Провел Честно Я Когда Комментил Еще На Хоум Старе Один Матч Я Тоже Тогда Говорил Что Как По Мене Патч Особо Ничего Не Поменял То Очень Косметические Изменения То Почти То Мета Тоже Самое Поэтому У меня И скучно Было Честно Говоря Немного То есть Твой Презультат Он Не Из-за Патча И Что Ты Мало Тренировался Просто Из-за Того Что Я Мало Тренировался Но Не Из-за Патча Играл То же Самое Что В Старом Патче Мне Кажется Тоже Самое Работает Так же Типа Я Не Очень Сыграл Но Мне Кажется Если Я Хорошо Сыграл То Это Работает Точно Так же А Блайком Готовился К Патчу Он Обычно Любит В Тренинки Спросить Конечно Я Не Знаю Ну Вы Общались Не Знаю Честно Я Думаю Да Играл Каз Не Я Тоже Немного Играл Кастом И Там Еще Раньше Патч Занонсили Когда Месяца Два Назад То То До Этого Поиграл Но Наверное Готовился Не Знаю Честно Говорю Это У него Спрест Вы Там Не Общались Об Игре Или Как Честно На самом деле Многие Игроки По Моему Говорили Что Я Первый Раз Играю На Этом Патче Там Типа Су Например Говорил Приехал На Турнир И Вот Типа Я Посмотрел Как Роук Тренется И Попробовал Сыграть Тоже Самое В Таком Духе Вот Я Думаю Там Особо Никто Прям Запаливался Кому Призовой Раз Увеличили Во время Самого Турнира Когда Уже Два Дня Прошло Да По-моему На второй День Если Вы Заранее Перед Турниром Еще Знали А так 25000 Это Конечно Хороший Призовой Но То Там Надо Было Чтобы Тебе Заработать Хоть Что Перед Турниром Пока Не Занутили Надо Было Выйти С группы То есть Тоб Четыре Взять Это Уже Типа Сложно Достаточно Поэтому Да Даже Тайма Лейзеров Не вышли Которые Участники Близкона Хиромарин Участник Близкона Тайм Да Очень Обидно Не вышел Ну Ты Сто Баксов Поднял Все Равно Да Ну а так Даже на номер Не хватает Там Так Сто Баксов Так Вот Даже на номер Теперь Не хватает Так Сто Баксов Игра Там Сто Начинается Номера Но Они Заплатили Нам Ну Кстати Если У Прозерсов Как Хэл Говорит Особо Ничего Не Поменялось По Матчавам У Терранов По крайней мере В ТВЗ И ТВТ Было Ну Довольно Много Интересных Вещей Как Много Интересных Вещей Был Мех То есть Много Пробовали Механизацию Против Зергов В том Числе Масторов Не Я знаю Да Мех Мы Что Мы Обсуждали Это Мех ТВЗ Ну Типа Что Там Очень Сильно Бафнули Зергами Мех То есть Там Торы Очень Сильно Против Брудов Да Там же Наоборот Уменьшили Нет ДПС Увеличился По-моему Тридцать процентов Они Короче Шмаляют Да Теперь Они шмаляют Типа Медленнее Но Эффективней Потому что Они Быстрее Во-первых И там Нет Такого Большого Оверкила То есть Когда У юнита Остаются Типа Десять хитов И ты Жахаешь По нему На шестьдесят То есть Они Наносят Меньше Но Быстрее И поэтому Короче Эффективней Вот Да И В ТВТ Тоже Активно Пробовали Механизацию И короче Вот для меня Я Всегда смотрю Теранов В основном Это такой Вот тренд Как бы Смотрится Интересно Но Те же Рейнар И Серал Уже Кажется То что Им Тераны Предложили С точки Звания Меха Они уже Разгадали То есть Тот же Рейнар Против Кюр Быстро Нашелся Люра Новая Вайперы Вытягиваем Убиваем Но игры Были Интересные Вот Много Было Интересных Таких Таких Динамичных Именно Финал Интересный Бро Смотрел Финал Я уже Я уже Не смог Я такой Блин Не Интересный Интересный Много Интересный Я досмотрел Где-то Четыре утра Или Че-то Там На Акрополис Интересная Игра Четвертая Игра Нас Шестанет Меньше Одного Только Стрим Не выключай Фарсинг Юр Еще Интересная Да Это Вообще Игра Турнира Вот На Эфемероне Которая Ничья Типа Все Сказали На этом Home Story Кап Было Все И Даже Ничья Теперь Была Так Что Одна Наверное Из лучших Катер Много Много Крутых Игра В общем Было Так Скажу Ну Да 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 По Игнам Как бы Интересно Вот Достаточно А знаете Почему Скорее всего Потому что Почти не было Зеркалок Вплеев Да Ну В смысле Ну Вот The Strap Inovation Special Parting Showtime Su Solar Да Не Много Ну Это Меньше Чем На Близко Да Да Это Процентов 30 Наверное Всего Либо Не Ну Это Конечно Да Это Плюс Это Плюс Но Опять Ж Зависит Опять Ж Зависит Потому Что Ну Не Знаю Вот Ну Не Зачем Сказать Вот Ну Да Это Хорошо Что В общем Я Подсуммирую Скажу Так Что Да Много Хорошие Игр Было Есть Что Посмотреть Если Кто Не Смотрел Вот Как Минимум Parting Q Я Даже Всю Серию Посмотрел То Там Интересно И Финал Это Самый Наверное Интересные Игры Были Как У Мне А Ну Q Rainer Тоже Интересно Согласен Я Еще Вот Отметил Для Себя Мне Кажется Что Даже Не Знаю Сильно Ли Это Накладно Но Если Делать Какие-то Интервью С Игроками Даже На Турнирах WCS Серии И Перебивочка Там Пускать Ну А Впрочем Это Было На Летнем Самом WCS Такие Вот Там Были Блицевые Можно Более Такие Длительные С Какими-нибудь Из Игроков Это Такой Тоже Не успели Даже Показать Все Ну Я Смотрел В основном Вот Первые Три дня Чуть ли Не Целиком И Да Там Много Всего Я К тому Что Это Даже WCS Такая Хорошая Идейка Ну То Смотрите Интересно Прикольно Там Опять Женод И Поприкалываться Может И Что-то По Игре Сказать Серьезное Интересно Правильно Понимаю Вот Тейк Получается Это Вся Команды Это Его Продак Чтобы Одать С Не Прям Работает На Него Все Люди Которые Занимались Трансляцией Я Думаю Что Он Приглашает Потому Что Весь Год Содержать Их Мне Кажется Там У Него Много Ивентов Да Я Думаю Скорее Всего Приглашает Но Типа Они Ивентов То 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 Сидят От Тех Людей Одних Сам Конце Уже Хоум Стория Перед Финалом Когда Комментатор Белия Теперь У нас Небольшой Подарок Для Тейка И Типа Вот Твоя Крю Собственно Твоя Команда Подготовила Специальный Кубок Для Тебя Типа И Вот Он Говорит Я Так Рад Быть Их Боссом Типа Все Такое Я Поэтому Спросил Они Всю Жизнь Работают У Нестолько Много Знаю Короче Скажем Просто Home Story Home Story Единственное Что я скажу Что я говорю Я на последних Четырех Home Story Был Одни Те же Люди Все Production Одни Те же Люди Это могут Да Команда Просто Он С ними Постоянно Работает Но По факту Наверняка Они Чем-то Еще Данимаются Да Я говорю Они Все Вальпы У него Делают Там же Не только У него Starcraft Но Они Не Сверяком Полностью Только На него Работают Просто Я знаю Что В Москве Какие-то Турниры Проходят От EA Sports Там Где Есть Деньги Куда Приглашают Каких-то Операторов Нормальных Скажем Так То Обычно Приглашают Режиссера И У него Уже Есть Своя Команда Которые Постоянно С ним Работают И Соответственно Этого Режиссера Если Его Уже Знают EA Sports То Они Так Его И Постоянно Используют Я понял Ну да Я думаю Что-то Похоже И Кстати По поводу Интервью Сергей Отметил Что Это Классная Идея Так Ведь У Корейцев Это Было Уже Давно И Для Меня Это Основная Была Фишка И ГСЛ И Про Лиги Потому что Какая-то Такая Душевная Атмосфера И Они Показывают Вставочки С Какими-то Неформальными Интервью Какими-то Шутками Какие-то Конкурсы Странные И Это Как-то Приближало К Игрокам Постоянно Как-то Болело Вот Поэтому Может Бы Может Бы Наверное Поэтому Как-бы ПЦС Показался Каким-то Таким Сухарем Потому что Этого Не Было Не Знаю Не Знаю Но Я ВЦС Стоп Если Вы Про Киевский ВЦС В Вообще Да Вспомните Как Влюбили Вот Эту Серию Сигначер Где Перед Турниром Они Ездили По Городам Записывали Какие-то Моменты Из Жизни Как-то Было Прикольно Все И Интересно Ну да Прикольно Было Ну да Но Опять же Дают Тебе На Это Деньги Мне Особенно Понравился Клип Про Мару Который Стоял Из Я Не Знаем Мы С ним Вообще Не Общаемся Я Говорил Прошл Раз У Тайка Есть Не У Близзов А у Активижн И Не Нету А Жалко На Старкарфт Что Тратить Не Выгодно Наверное Не Просто Так же Наверное Тратить Ну Вот Представьте Просто Ситуация Бобби Котик Усит Своем Кабинете Да Он Прикуривает Купюры Заходит Какой-то Лечет Ответственным За Старкарфт Давай Молодой Показывает Циферки Что там У нас Где Мои Миле А что Это За Черточка Маленькая Что Это Такое Что Мне Она Не Нравится Иди С Бумажками Какой ВЦС Пусть Мобильную Диаблоку При Начало Так Что Я Думаю Это Вполне Вот Так Ну Учитывая Его Политику И До Работы В Близзард Когда Он Работал И Компании Примерно Так Лучше Мекс Выпустить Ну Возможно Возможно А может Быть У них Есть Обычно Да Если Есть Мероприятие То Выделяется Бюджет И Этот Бюджет Ты можешь Потратить Либо На Улучшение Продакшена Сделать Получше Оператора А можешь Потратить Куда-то Еще Допустим На Какие-то Неформальные Фишки То есть Возможно Это Уже Люди На Бюджет Обговаривается Заранее Тебе же Не просто Сидит Там За Overwatch Диабло За Starcraft И За Что Там За Рефорст Собирает Все Вместе Четвером Сидят И Выходит Такой Человек Очень Важно Кати Проводить Очки Уважаемые Люди Начали 50 тысяч Долларов Уходят Они Такие Були Ну Как Че Как Пилить Будем Он же Все равно Они договариваются Заранее Они прикидывают Сколько им Примерно Надо Будет На Что Они Потратят Больше Что Им В Этому Году Они Прогнозируют Там Успех Больше Будет На Самой Презентации Ну На Самом Ивенте Не Ну Сейчас Нужно Ждать Я думаю Просто Анонсов На Следующий Год И Надеяться Что Все Будет Хорошо Будет Уже В А Уже Там Ну Гарантированно Почти Будет Но Например Ну После 2020 Года Вот Я Не знаю Что Будет Я Не Скучаю Тут Тоже Знаешь Богдан Такая Ситуация Мне Тоже Казалось Было Было Спокойнее Если Все Нам Сказали Ну Только Куча Косвенных Намеков Было Да В 2020 Будет Все Спокойно Но Я Вспоминаю Историю С Хирус Овда Шторм Когда Им тоже Всем Сказали Что Все Ребята У вас Будет Чемпионат Мира Не Волнуйтесь Все Команды Продлили Контракты А за Неделю Чемпионат Мира Скали Извините Ничего Не Будет Все Такие Сидят Я Учебу Себе Не Учусь Ну Не Знаю Мне Кажется Во-первых Во-первых Уже Раз Такое Было И Только То есть Ием Уже Точно Будет Как Странно Ем Проводить И Типа ВСС Не Делать Смысл Ем Вообще Какой Слишком Много Намеков Тут Не Один Даже Чисто Игрокам Сказали То есть В целом Что И Смикс На Близко Не Говорила И Слишком Много Слухов Скажем Так Я Очень Сомневаюсь Это Реально Будет Очень Странно Если Я После 2020 Уже Да Я Не знаю Что Там Может Отменить Из Этого Не Исключаю Там Может Прям На ВЦС В Финале Скажут Рейнеру Сейчас Криншот Рейнер Дадут Кубок WCS 2020 И Спасибо Что Участвовал На Последнем WCS Рейнер Уроняет Кубок Он Разбивается Шоки Трасавица Заканчивается Ну Короче Да После 2020 Неизвестно Чем Будет 2020 Точно Будет Меня Знаете Что Смущает Что На Страничке IEMA Там Где Обычно Пишутся Призовые И WCS Point ВCS Point Пока Нету Все Еще Хотя Казалось Если бы Они оставили То И Количество Point То Самое Не В прошлом Все Было Конечно А Ты Проверим Да Сейчас Именно Анонсы Изначальный Нет Вот Именно На Телик Виде Страничка А Так это Что Потом Написать Могли В смысле Это Неизвестно Там Может Реально По Другому Процесс План Распределяться Будет Не Не Обычно Писали Прям Сразу Если Есть Анонс Если Есть Не 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 Ну Типа Да Не Типа Еще Просто Раньше Может Так Ран Анонсили В этот Раз Информация Про То Что Победитель Получает Путевку На Финал WSTS Global Finals Такая Штука Там Есть Вот Эти Я сейчас Статьи Сравняю Давайте Другие Темы Это Серега Правильно Сказал Нет Здесь Такого Нет Пока Он Там Дарк Че Он Там Делать Типа А Уже Участник Кстати Давайте Косвенно Так Немножечко Затроните Поскольку Мы узнали Что РБК Собирается Участвовать Тендере На покупку Прав На Интел Экстрим Мастерс На Трансляцию Канал РБК Если что Росбизнес Консалтинг Я Лично Думаю Что Они Купят Только КС Го На Самом Деле Что Они Не Купят Телеком И Не Будут Старкаться Все А Права У У Доты Они Только У А Е Можно Покупать Хоть Весь Телеком Хоть Исключительно Игры Какие-то Ну Я думаю Они Возьмут Доту И КС Мне кажется Что Они Только КС Возьмут Почему-то Как-то Не очень Старкрафт Я Просто К тому Что Хотел Знать Вдруг Мне Кто-то Скажет Ну Сейчас Двоем Серега Сейчас И Она В смысле Ты Дебил Что Ли Они Вообще Весь Купят И Старкрафт Мы Посмотрим По Телеку От Вечеслава Медоеда Да Не Ну Кто Знает Может У них Там Глав Директор Фанат Медоеда Того Ж И Скажет Чтобы Славян Стримил Славян Я Куплю Тебе Этот На Самом Деле Я Покупаю Старкрафт Контра Идет В довесок Славян Ради Тебя Медоед Пожалуйста Напругу Держи Вот Именно Что Человек Который В Газпром Медиа Отвечает За Вот Это Дело Он Раньше В Ксго Крутился Менеджмент А Вот Они Какие Ну Кто Знает Кто Знает А Вдруг Будет Комментировать Станислав Глайдает И И Там Шитый Такой Из Двоих Обычно Все Покупается Пакетом На самом Деле Но Не Факт Что Они Купив Права На Подовеском На Псокрафт Что Они Будут Показывать Возможно Они Просто Покажут Они Могут В интернете На сайте Пустить Показывать Вообще Не понятно Зачем Это Обсуждается Это Было Так Мимоходом Вообще Это Важно На самом Деле Как У нас Будут Освещены Псокрафты После Того Как Псторладер Покинул Присциплину Это Как Б Вопрос На Сам Деле То есть Либо Это Будет Качественно Либо Это Будет В формате Стрима Из Дома Это Как Б Разные Уровни То есть Рухап и Газпром Меди Они Сейчас Борются За Индол Экстрим Мастерс России Но Понимаешь Что Рухап Будет На Твиче А Газпром Меди По Телевизору Типа Того Так А Я Не из России Там Я не знаю По России 24 Не Вообще Но Ты Стрима Будешь Смотреть Рухап Если Выиграет Рухап У тебя Другого Варианта Тоже Не будет Я Гоязычный Буду Смотреть У Рухап Есть Выходы На Матч ТВ Они Уже Показывали Там Тот же Самый ПКС На Матч ТВ Премьер Что Ли Мне Кажется Мы Сейчас Немножко Всползаем Что Будет Кто Там Газпром Медиа И Ну Как Блин Ну Купят И купят Об этом Можно Только Мечтать На самом Деле Не Думать А Мечтать Потому Что Если Это Будет Качественный Продакшн Российская Организация Качественная Организация Сделает Серьезно Ну Ты На Эпицентр Посмотри Как Все Шикарно Там Делают Ну Я Между По Старкрафту С того Что Видел На Обратка С Глайдом Это Какой Вент Был Это Было Первенство Москвы Последнее Ну Я Не Знаю Там Призовой Самый Большой Вент Который Помню Где Еще Верди Выиграл Там Типа Очень Убогая Организация Была Там Да Там Особенность Аналитики Была Прекрасная Там Все Убогая Там Система Убогая Какая Просто Ужас Какой-то Так Что Хомстори А что Хомстори Хомстори Типа Вернемся Типа Если сравнить С хомстори Типа Или что Сравнивать С хомстори То Конечно А что Хомстори Не Я Типа Хомстори Типа Типа Хомстори Типа Вернемся Типа К теме Не Ну Если Вопрос Есть Как бы Да Мы Почти Дошли До Полуфиналов И Собственно Innovation машина. Я, честно говоря, думал, что он будет в финале, но что-то немножечко не получилось с Эрлом, хотя вот с Рейнером было таки прекрасно. ТВЗ, собственно, вот Инновейшн Рейнер, Инновейшн, Сэрла, два абсолютно разных ТВЗ, которые мы посмотрели. Богдан, в чем разница между игрой с Рейнером и Инновейшн, и игрой с Сэрлом была в лозерах? До лозеров, потому что он как раз-таки опустил Сэрла в нижнюю сетку. Вообще, честно говоря, мне Рейнер казался до недавнего времени, до Близкона, наверное, казался слабее Сэрла, но вот он мне в последнее время все больше и больше напоминает, вот он начинает играть в стиле Сэрла, то есть очень надежно, не срезает углы вообще, очень быстрый, само собой, но в целом, что он очень надежный, то есть раньше он играл, как мне казалось, он очень часто срезал углы, и то есть выигрывал, допустим, не за счет там, как Сэрла, не за счет там какой-то нереального скиба, а там чуть-чуть там взлом, где-то чуть-чуть там зашло, а сейчас вот он именно реально, как Сэрла, уже стиль игры у него выработался, то есть очень надежно через Move Overlord в каждой игре, вот, а по играм хозачьи сказать. Наверное, Сергей, так как он тайный фанат инновейшина, он смотрел все матчи. Тайный. Что значит тайный? Я не то, чтобы все матчи смотрел, но... Да блин, это такое, мне кажется, на самом деле бывает, когда ты вроде как слабее кого-то, мне кажется, инновейшин все-таки сейчас послабее этих будет. Вот, и ты там собираешься и тащишь, и на каких-то зубах вытаскиваешь матч, потом проигрываешь, ну, потому что устал, или потому что уже все, кончились у тебя эмоции для игры, и потом ты там в десайдере условном, да, или снова в матче за выход в финал играешь с тем же соперником, которого только что еле-еле обыграл, и ты ему проигрываешь, ну, потому что тебя уже не хватает. Мне кажется, это так работает. Я не помню уже точно, что там инновейшин играл, в чем была прям большая разница. Может быть и Рейнер, или с кем он там играл? Или Серл, Серл, да? Вот вопрос в том, что инновейшин сначала победил Серл 3-1, потом проиграл Рейнеру 0-3, и потом снова Серл 0-3. Ну, видишь, как бы, ты играешь подряд, да, сколько матчей против топовых, двух топовых европейских зергов. Во-первых, они там, как бы, сами-то тоже не сидят, кукуют, они смотрят, ага, типа, вот против этого можно сыграть вот так, а здесь он играет вот так, а здесь он играет вот так. Ну и как бы... В конце концерта все равно победил Серл, так что... Да, да. Это тот же самый, как матч против Кьюр, против Рейнера, по-моему, где Кьюр там выкатывает эту новую механизацию. И типа, окей, первые катки Рейнеру там сложно. Потом уже там где-то на третьей игре он, ага, все, перестраивается, он начинает играть люру с вайперами, и да, получается там эпичная игра, но в итоге Рейнер побеждает, и он уже к этой страте ключ нашел. Мне кажется, здесь примерно то же самое. То есть, ну, просто разобраться нужно время ребятам, что делать там против условного открытия в батлов, в масс-батлов там или в мех, или в био. Ну, в общем-то, и вот и все. Я думаю, примерно так. Я не думаю, что даже Innovation там сильно хуже сыграл, я думаю, что зерги просто разобрались, что к чему. Нет, такое бывает, что, типа, вот ты придумываешь что-то, и ты, типа, можешь обыгрывать кого-то, а вот он придумывает что-то другое, может обыгрывать тебя. А потом ты снова должен что-то придумать, но, как бы, такие вот поочередные ходы. Мне кажется, такое. То есть, вот так. То есть, если бы было еще один матч, то, возможно, Innovation бы подобрал ключ к тому, что делает... Да, вполне возможно. Вполне возможно. Если бы он играл в лузерах там не против зерга, а не против зерга, возможно, он вышел бы там в финал какой-нибудь и так далее и тому подобное. То есть, ну, оно как бы все дышает. Вот. Система финала. Богдан, объясни, ты же. Я, потому что, по-моему, где-то уже встречал такой системы, но... Там это плохая система, потому что, например, если Сэрл побеждает 3-0 первую, то... То они играют внутри еще раз. Не, ну, именно тут по картам ничего. Лучше обычная система, где у игрока с винаров одна карта преимущества. Да. А то система получается, типа, если Сэрл побеждает 3-0, победил бы, точнее. И... А потом Рейнер побеждает Бо-3, то счет получается, допустим, 2-1. То счет получается 4-2 в пользу Сэрл, а 4-2. Но при этом побеждает Рейнер. Типа, это очень странно как-то. Так что лучше обычная система, где одна карта преимущества, это очень небалансная система. Что я говорю, то есть Сэрл может 4 карты выиграть, а Рейнер 2, и Рейнер из этого выиграет финал. Ну, это бред какой-то. Ну, а типа такого не случилось. Писал, победил. В принципе, заслуженно. Ну да, получилось-то 5-3 по картам нормально. Счет для финала прям четкий. Но еще больший бред получился с новым обновлением в Старкрафте. Давайте перепрыгнем туда, в это... Месиво из пикселей, текстур. Да, и мне на самом деле понравился твит Богдана, о том, что вы хотели глобальных извинений, так что вы ноете теперь? Да, действительно. Поменяли же. А на самом деле, а вот олдскульные ребята, вот Леонаф Тизер, вы разу не помните, как на Кеспа вела островные карты в Бурдвард в 2006 году? Я не думаю, что я настолько олдскул, я в 2006 году играл в Варкрафт. Ну, то есть я в Бурдвард вообще не касался. Да, я тоже на Бурдвард принастал. Я помню патч, где Панетфили Хуманом башни. Вот это я помню. Остальные. В 2006 году Кеспа ввела на MSL и Старлиге на тот момент островные карты. И все это выглядело именно вот так, как это выглядело сейчас после патча. То есть у каждого игрока две нычки, в принципе, на всей карте. И это вот выглядело как борьба дропов. Такая зергам была тяжелее всего вообще в тот момент. Они играли, в принципе, только в муту. Но вот один сезон отыграли, все такие... Это какой-то там ошибка, что ли, произошла у них какая-то? Ну, понимаешь, в чем разница? Если бы они так сделали, и на острове человек бы не смог занять вторую базу из того, что там просто пиксели красные, это одно дело. Но тут же ведь другое. Просто такая карта. Ты мог ее подчеркать, допустим. Такая шла? Не, погодите, а 2006 год, Корея, Брудвар, это же вообще не Близзот, нет? Это же Киспа, они же там сами... Киспа, да, но вот... Но делали свои карты, да. Да, они сами выводили карты и так далее. Близзот в этом не участвовали. Это к тому, что вот там, когда я читал у нас в Ростеркрафте, комментарий типа, я вот доиграл даже свой матч, я там задропал с одной базы. Потому что мы это уже проходили, это не прецедент, так вот так искусственное получилось. Так там просто карта была плохая, а тут вообще мрак. Карты просто не работают, не то, что они там плохо сделаны, как бы тактически. А, Богдан, а я вот просто... Ну, ты же играл кастомы, да, на новых картах до введения матча? Ну, там же, по-моему, на Зене не было такого. Да, до введения патча очень мало. На новых картах вообще. Там у меня не было ничего такого вообще? Бага? Ну, в смысле, вот таких вот, как с Зеной на натурале, там на Зене нормально ставилась нычка вторая. А, нет, нет, не было, конечно. Это типа, ну, все из-за патча, да. То есть, такого не было, да. Но они сейчас уже же справили, так что... Я помню, что как-то на тестовом севере они сделали козилки, которые вращались. Вот это было прикольно очень. Не помните? Что, козилки? Которые что? Козилки, ты ставишь, они вращались. Я не помню такого. По второму в Апостокракте. Не помню. Единственное, наверное, я, блин, не знаю, я как-то всегда пытаюсь понять разработчиков и, блин, ну, кто знает, что там на самом деле произошло и почему оно все получилось так, как получилось. Единственное, что, может быть, в этой ситуации меня вот прям напрягает, это то, что сначала же патч вышел на Америке и там типа все глюкануло на Америке. И они все равно его ввели, да. Да, и его в таком же виде бахнули на Европе. На Америке то же самое было, да? Да. При этом на Америке-то он выходит на несколько часов раньше и как бы там... У него несколько часов, он там на часов вы не знаю. Он вышел 12, он вышел раньше. Это же во время WarDi League мы играли в WarDi League 3D, играли с Fantastic Five и в этот момент ввели патч на N.A., потому что в WarDi пришлось перейти корейцам, пришлось на европейский сервер прийти играть с европейцами, потому что ввели патч, соответственно, его ввели за 12 часов. Ну вот. Ну вот это вот немножко как-то такое. Тут я не знаю, по этой темической, типа это Вина Близзард, например. Ну да, ну блин, ну это лажанули. Бывает. В последнее время много таких неприятных моментов. Трейлер по Близзко, но не сделали. Все игры в один день упихали. Патч глюканул. Блин, ну да, я уже не знаю. Неудачно меня сейчас, да. Самое главное, не в том, что баг там, да, какой-то один, а тут глобальные проблемы, и что еще там важнее, что раньше этого не было, по крайней мере, на продакшене. Вот тут как бы, видимо, их коверить. все это за горы включим. Это до увольнения всех этих людей все нормально было, которые ушли отвечать за строка два или после. Вот оказывается, что получается после. То есть у них поменялась система тестирования, наверное, и... я, конечно, не знаю, но не уходили, ведь не было сообщений типа ушел ведущий инженер или что-то. Уходили там люди, которые... Отвечалось за ведение патчей, чтобы ничего не могало. Вот. По-моему, там же в основном вот глава киберспортивного направления. Я думаю, что... Менеджер. Просто для нас не могли... Ну, как бы... Нам сказали, что ушел какая-то... глава, а если какой-то ушел бы тестировщик, то это не так резонансно. и... Я думаю, там тестировщики для всех игр одни и те же. по-моему, да. Ну, то есть я бы... Я не вижу лично смысла уходить какого-то тестировщика. Ну, типа, чувак, ты плохо тестишь или что? Нам не нравится, как ты тестишь игры? Сокращение расходов, возможно, вместо 10 остался там один или два. Да. Они же по StarCraft именно уволили, но других не взяли в этом прикол. А тестировщика все равно надо брать каких-то. Я думаю, что даже здесь это не вина особо тестировщиков, потому что это не то, что вот это вот, где рампы непроходимые и все текстуры плывут. Ну, типа, не может же быть такого, что какой-то чувак... Так, потестирую-ка я. Вроде бы все нормально. Вот это, то есть он видит и говорит такой. Ну, вроде ок. Вроде ок. Вот. Как будто бы что-то немного не так, но вроде ок. Ребята, ты тестировщика и дяблый мобильный попросили, слушай, можешь посмотреть что-то игру-другую и он такой. Давайте посмотрим. Вот. Прямо как у меня в Диабло черные квадратики вот эти вот. короче, я не знаю, что произошло. Ну, неприятный, конечно, момент и... Ну, что тут еще сказать? Я не знаю, почему. Почему акции не упали в ноль? Потому что всем все равно, что там со Старкрафтом происходит, потому что все такие Диабло 4, Варкрафт рефорджет. Та-та-та-та-та-та-та. Вот если рефоршн выйдет с багов, как сейчас в бета-версии, то тогда будет просто кто-то... Что значит если? Да, там уже вышел бета с багов уже или нет. Я сейчас слышал, кто-то говорил, что там какие-то баги есть, но я в флаграфт не играю. Да, там... Ну там не столько баги, сколько, по-моему, в основном. Эпичный задоларан! И еще это... Да, в основном там графонии типа подводят. В том плане, что он слишком какой-то реалистичный, кашеобразный и такой. Он, наоборот, очень четкий. Очень четкий? По-моему, да. Нет, наоборот, проблема в том, что они все раньше были как мультяшки, то есть очевидные контуры, что где кто, где рифл, где жук, а теперь типа все куча мала такая и больше похожа на каких-то, не знаю, козаков там или Age of Empires. Ну, типа, вот, да. Так ты обычно раньше смотрел на армию и видел. У меня здесь 6 футманов, и они вместе с четырьмя грантами. А теперь это вот как если у тебя пачка мариков и там охапка лингов, и попробуй их пересчитать. Вот, что-то типа такого. Ну, наверное, исправят, опять же. Возвращаясь к Старкрафту, блин, ну, бывает. Видимо, сложнее становится работать с технологиями. Может быть, смена поколений. Может быть, что-то другое. Я так думаю, что, на самом деле, тяжело было найти шипу в коде, потому что тоже сколько-то, ну, больше 11 часов заняло исправление. Почти сутки. Да, сутки где-то заняло. Ну, как, давайте, по сути, что, кто, успел? Богдан, ты успел там поиграть-то на этих, на нормальной уже версии, ладо погонять на новых картерах? Ну да, я сыграл сегодня уже, перед как раз вечерним агром. Как тебе новый маппул, вот, первые, самые первые впечатления? Вроде нормальный. Ну, типа, я думал, хуже будет. Ну, пока сложно говорить. Ну, типа, мало ли, может, ты что-то не видел. Есть карты? Вроде бы лучше, потому что World of Sleepers, например, пофиксили. Хотя я не уверен, потому что, например, Thunderbird, Acropolis, типа, убрали, а это, типа, такие самые макроистые карты были. Хотя, на мампуле тоже есть карты макро, но там, таких именно нет, мне кажется. Ну, вроде кто-то говорил, что, ламба, вот, опять же, на хоум-стори говорил, что карты большие, типа, зергов нерфанули в хламину, но карты большие, пока живем. Ну, да, карты большие, это плюс для зеркал, но, правда, мне кажется, с тиранами, с тоссами, не знаю, может, с тоссами. Ну, тут уж не скажу, с тиранами, в итоге, как точно плюс считается. Ну, да, не, я говорю, с тиранами плюс, а с тоссами, не знаю, не верю. Говорят, что третью не закрыть теперь, и серги постоянно норовят подлезть куда-то. Так, а это, мне кажется, вот, есть у меня мнение, что Blizzard старательно пушат игру в направлении, вот, большей динамичности. То есть, есть раса зерги, которые, ну, типа, вот, в предыдущей версии патча, во всяком случае, есть задача выйти в лейт, и в лейтет, и типа, царь и бог. А, соответственно, терранам и там зергам надо что-то придумывать, лезть в атаку. Тот Торсон, да, тот Торсон, тот Торсон. Сейфовой игры особой, ну, достаточно сейфовой игры, то просто будет таттл с обоих сторон, и это не особо зрелищно, и типа... Ну, мы шелтайм, кстати, обсуждали эту тему, что лейт ПВЗ очень унылый, то есть, например, ЗВЗ лейт очень интересный, а ПВЗ с обоих сторон это просто посиделки, условно, то есть не зерг не может быть в атаку особо, не тот не может на крибу идти, типа, да. Да, то есть, в этом плане лейт именно очень неинтересный, унылый такой, скучный. А чтобы такой тысболистый, я бы сказал, очень сильно. Что бы ты поменял, Богдан? Ну, я не знаю, есть такой стиль, это Ялку Гуаро Стрея, вот показал его на ВЦС-Киеве втором, с артовом. Это, типа, масталкеры, зилоты, там, колоссы, штормы, дарки, разводы, вот именно по земле, чистый. Там очень много экшена, и, типа, очень интересные игры получаются, считай, да. Но это все убивает один юнит, которого еще и баффнили, это люркер. То есть, наоборот, люркера как-то понервить надо, чтобы этот стиль был в мете. Но так как люркера еще баффнили, то этот стиль еще хуже стал работать, и поэтому... Так что, да, я же, я не знаю. Да, мне кажется, вот это, вот это, вот это, в этом направлении надо было бы двигаться, но... Так как большинство тосов это не играют, они про это не говорят. Я, типа, говорил, я, типа, говорил лично даже этому кланову разработчику, который за баланс отвечает. Вот в Монреале был, я сказал, что вот люру надо, типа, нерфануть, как бы, чтобы... Это стиль был, в итоге, или рубахали после этого. Потому что большинство тосов, они не хотят это играть, они хотят батончиков построить и откликнуть. Там, ДНС, даже тот же шелтайм, наверное. Ну, шелтайм, исключение. Мне нравится такой более лобовой стиль, а мне вот нравится, будешь такой активный. И мне кажется, это более скилловый такой, кто быстрее играет, там, с такое... А никто, там, не знаю, поймает мне позиции на одну секунду, там, файл чуть-чуть криво проведет кто-то, и все. Мне при этом всегда как-то казалось, что... Ну, может, я что-то не понимаю в текущей игре, но мне казалось, что зерги, они вот... Вот всегда такая раса, которая давит массой, которой нужно, там, раскачивать экономику, и потом разменивать юнитов, давить, там, числом и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому меня как-то смущает немного, вот, особенно в этом году смущало то, что у зерга флейт вообще непобедимый, и, типа, ну, самый-самый флейт. Разменивается, да, при этом. Всех возможных. То есть я еще, когда, опять же, в Warcraft играл, что я знал о StarCraft? Я знал, что там есть зерги, и зергам надо, там, типа, хамиться, и чтобы развивать экономику, и так далее, и так далее. А сейчас у них и то, и то есть, так что. Да, что вот как раз... И это, с моей точки зрения, немного парадокс, то есть раса, которая может быстрее всех развиваться, и при этом потенциально самый мощный дейсбол иметь. Ну, во всяком случае, в 2019 году сейчас, может, что-то изменится, но, опять же. И, ну, получается, что один дисбаланс, он, когда у зергов есть и стартовые сильные функции, и лейт, да-да-да, то есть, когда им вот плейт понерфили, прудов, инвесторов, да, ну, тогда, то он стал как-то более-менее балансный. Сейчас, опять же... Ну, в общем, я думаю, да, ну, вообще, думаю, балансы вам более-менее, но, да, мне кажется, на самом топовом уровне зерги все равно. То есть, условно, мне кажется, что лучший, там, зерг, если зерг идеально играет, если тос идеально играет, победит зерг все равно. Но, в целом, мне кажется, баланс достаточно хороший. Да, мне вот... Что баланс все равно хороший. Мне это какого-то дикого, прям, дисбаланса, типа, да, зерги там вообще непобедимы, не знаю, там... Да, это, пожалуй, зерг, там, стация катнет, условно, и все такое. Это самое, наверное, крутое, вот, по новому патчу, и даже на хоместоре это чувствовать, потому что ты смотрел... Ну, я смотрел, например, те же условные Global Finals, и я знал, что, ага, и Терран сейчас за 10 минут какого-то урона не нанесет, да, 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 то Терран задавит. То же самое, там, с тосами, допустим, и так далее. А здесь ты вроде как смотришь, и там 20-ая минута игры, а что-то еще какие-то размены идут, бруды умирают, там, что-то какие-то забегания, базы занимаются, отменяются, и так далее, и тому подобное. В этом плане, как бы, очень интересно и свеженно смотрелось, и, ну, скажем так, какая-то интрига теперь. Не знаю, сколько она еще проживет, и появится ли там в ближайшее время какая-то ультимативная, опять же, связка. Надеюсь, что нет, конечно же, но свежести игре определенно добавилось, игре определенно добавилось, вот. И даже, да, и ТВП, и ТВЗ, и ТВТ, вот, как Терран, там, откуда-то из середины мастер-лиги, мне, ну, как бы, интереснее смотреть стало на многое, я считаю. Вот. Единственное, я сейчас боюсь, что прям мех будет очень сильно доминидовать. Ну, да, мех сейчас все равно будет. ТВЗ и ТВТ? Да, да. Хотя, с другой стороны, я видел, на Вейшн выигрывал, бьё, хорошо-таки, Сэрла, и там, у нас остальных зеркал некоторых. А, и Рейнер тоже, он бьё выиграл в группе. Да, бьё там было. Но он в группе как раз и сказал, что, типа, по-моему, мех не очень, я мех не треню, вот я бьё катаю. Но потом уже в плей-офф показывал мех, так что. Мяг и бьё, да. Сколько ты прибавил за сегодня Аверс по ММР? Ничего, как раз? Не знаю, не знаю, он играл или нет. Играл, играл, я видел. Это я видел, он ночью играл, как только поиск открыли. Он, наверное, первый зашёл. Да, да, он ночью просто, не, в целом просто ночью любит играть. Ну, типа, не любит, так, не знаю, так, получается, как-то он занят нём. Он очень любит поиграть. Не буду пока делать вообще, там, предположений, но точно должно стать в ТВТ получше, против зергов точно лучше. Ну, против зергов, да, конечно. А вот против зергов, я не знаю, на самом деле, там, насколько мех решает, условно говоря. Да нет, против зергов это не решает, да. Ну, да, потому что, там, ну, чат ж понерфили, но я думаю, что, как говорил Коу, просто мощный даварп сталкеров. Да. Не, ну, меня, да, 100 сэмин, как и было, так себе, так и останется, скорее всего. А что говорил, ну, народ на хомстори, вот, в общем, всем патч понравился, да? Да нет, я говорю, вот, многие более согласны, что патч особо сильно ничего не поменял. Типа, зергены, или чуть-чуть, что, типа, вот, их незаслуженно понерфили. А так сам, ну, то есть, особо... Они так и говорили, незаслуженно? То есть, не то это слово использовали? Нет, ну, не такое, но, типа, они ванили, ну, они реально ванили, что, да, зергов, типа, они понерфили, что, вот, как теперь побеждать. А, ну, ручками, ручками, как в предыдущий раз, и до этого побеждали другие оставшиеся две, вот, так же. Что, что ты хочешь сказать, другие две насы побеждали до этого, что, где, где это было? Ну, потея, напрягаясь, кровь из носа во время матча. Ты имеешь в виду, 18, 18 год, или какой? Когда Убьяна рука отказывала на GSM, ну, там, правда, просто, ну, помню, Марук, когда-то... Когда текстуры, говорит, вот, текстуры, господи, 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 стены в студии падали на какого игрока? На Гумиха. На Гумиха. На Гумиха. На Гумиха. На Гумиха. Вот в эти все времена, когда люди потели, они потели, ты кровью, со лба, просто, у них кровь идет, люди, говорит, не останавливаете его, он играет. Так, погоди, а на Гумиха, а на Гумиха стенка упала там нигде, где-нибудь в одиннадцатом году, когда брутфесты и всякое такое? Нет, 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 это Котти было точно, так где-то, а, ну, окей, ладно. 14-15-го, да. Ладно, я только, я только пришел тогда в стартрафт, поэтому, окей. Окей. А ведь Гумиха, он то ли в армию уходит, то ли из команды? Да, да, в армию уходит. Да, да, в армию уходит, но там много, кто и лайв еще уходит. Не, лайв вводе год еще? Нет, 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 мы с корейцами наговорили, Су говорил, что лайв уходит. Воу. Не, ну, не знаю, может, в следующем году, но в эту скорую. Су тоже говорил в следующем году. А ты не спрашивал, Су говорит, такой, вот все уходят в армию, такой, а что они купят военники? Не знаю. Я думаю, что у них там. Я с партингом про это базарил, он сказал это в Корее, либо невозможно, ну, короче, это почти невозможно. Там, короче, не будем эту тему, это незаконно. Нет, это, 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 это понятное дело, это невозможно. Это незаконно, короче говоря. То есть это у нас тоже незаконно, если что. Был, был там один парень, который деньги хотел выиграть, ведь мы себе на военник, и все, нет у нас. А он в той же, он тоже в госструктуре остался, но немного в другой. Ну, немного в другой, немного в другой роли. Там тоже бесплатно кормят. То про кого я тоже не знаю. Ну, мы там, парень, который хотел поднять много бабла на... А, я что-то никого забыл, господи, как это... На ставках, и теперь... Сначала в 2000, там, каком, 13-м году выиграл BlizzCon SOS, потом в 2014 году никто не выиграл BlizzCon, а в 2015 году снова SOS. Почти лайф, но по-другому. Про лайф? Не, я понял, что вы про лайф просто, да. Я думаю, там еще кто-то был. Не, это, ну, там были еще, конечно, люди, там. Там, босс, соединительная программа, ты, причем, тренер, и команды с ней. Причем, творение, как-то. Еще был. Мы к тому, что очень не любят в Корее, когда кто-то пытается покупать, нарушать закон, короче, да. Натушать закон и мутить всякие мутные схемы. Вот. За что? Спасибо им большое. Да, и не любят давно из бурдвара, где в север, так же. Там, кстати, какой лишь недавно на днях немножко офф-топнув, в какой-то команде корейской по лолу вроде был скандал. И, блин, я не помню, из-за чего, там вроде какой-то тренер, то ли он игроков материл, то ли что-то. Блин, ладно, не буду углубляться. А-а-а. Не, стоп. Я другую историю слышал, но он. Ну, давай, а ты, ты, у тебя что? А что не важно? Окей, вот это. Я просто не знаю, с чем это обсуждалось, со Старкрафтом. Не, потому что там как раз Фанта перешел-то в команду типа тренера, мы такие все, типа, а, ну вот еще один Старкрафтер пришел, тут гонять лолеров, типа старичок. Вот, такое. Исключительно ради этого. Да, сейчас тоже самое ММА все так же тренирует, гоняет. Да. Кстати, вот там понятие такое вот. Тоже затронуло. Понятие тренер команды в Корее, оно немного не такое, вот как типа тренер в спорте, типа там, который помогает стратегиями там и так далее. Это больше похоже на понятие администратор команды, который... Ну да, да. Который больше администрирует команду в плане там поиска напарников для тренировок, там напоминание о том, что сегодня у тебя три интервью и один массаж и так далее. Потому что для тренировок и для тактик там есть аналитики, а там есть другие люди, которые занимаются. Именно тактиками. Мне кажется, что в Статкрафте там уже ничего нет. Ну, были, были, были. Были, были. Так написано, но типа непонятно, это реально повысилие. Ну да, он только приходит домой, там жена, и он говорит, я тебе говорю, я тебе говорю, я тебе говорю, я тебе говорю, что это не надо. Да, да. Ну вот. Повысится, да, до лобера. Ну и сейчас у GNR там вроде, опять же, по слухам, останутся только сколько игроков. Да, там Qure, Creator уходит. Ну, они теперь. Ну и остаются, соответственно, Marl, Rogue. Ну, китайцы всех заберут, там китайские. Да, да, китайцы там. Китайцы, вот, блин, мне прям очень нравится, вот, я не знаю, как они это делают, но вот прям, мне кажется, хороший пример того, как киберспорт должен работать. Вот, я, блин, точно не знаю, но, по-моему, вот у них именно, ну, тоже стоит там на каких-то бизнес-рельсах, то есть какая-то организация берет, проводит турниры, получает от этого прибыль и так далее. То есть китайцам? Это за счет того, что, мне кажется, в целом, за то, что у них населения, типа, очень много. То есть у них, у них население, как Европа, США, я не знаю, кто еще. То есть у них больше населения, чем в Европе и США вместе взяли. Ну да. И то есть у них как своя такая огромная комьюнити. Вот представьте, все равно, что вот вся Европа, США, вот, у них всех одна культура, там, это как одна страна была бы. Ну да, да. Это за счет этого, мне кажется, у них, вот, и денег много есть такое. Ну, ну, их экономика тоже мощная, да, и, ну, в принципе, вот это вот очень круто, потому что... Да, я тебе видел насчет этого еще. Я в Team League смотрел, там, просто воды пересматривал, китайскую. Там у них оффлайн-финалы были. У них такая арена там крутая, это же офигел. Типа, лучше, чем по Близкон, на Близкон, наверное. То есть у каких-то, там, какая-то Team League, там, не самая большая по Старкрафту. И там лан-финалы были, и, типа, там, арена такая большая, достаточно красивая. Ну, вот еще будет в декабре, вчера, анонсировали, в VGL, там будут тоже групп-команды, и вот такой будет прикольный формат, где из разных команд будут и вакрафтеры, и вакрафтеры, и вакрафтеры, и вакрафтеры. И я так понял, что у них будет какой-то общий командный зачет, или как-то они будут отдельно, там, как-то интересно. Прикольно, короче. Да. Я, кстати, думал, блин, знаете, была идея сделать, типа, СНГ, Трой Бори. То есть от каждой стороны три игрока, один Бродвард, один Варкрафт, один Старкрафт. Ну, блин, конечно, мне лень, и это, у меня нет на этот день. Но если кто-то, то пользуйтесь, вот. Да. Да, что-то еще у нас там на поездке? По пачу, у нас какие-то багажные остались вопросы? Нет, у нас к тебе остались вопросы по поводу плана. Давай, рассказывай. Во-первых, там будет Аверс, очень я этим горжусь. Где, где? Расскажи, где, что это? В Москве, это столица России, это город в восточной, в европейской части России, да, вот, большим населением. В общем-то, господа, проводим мы все-таки совместно с ФКС Москвы данный турнир. Что это значит с ФКС Москвы? Господа, все официально, поскольку мы являемся страной, где киберспорт – официальный вид спорта. Вы снова, игроки получат свои вот эти вот очки соревнований, которые когда-то превратятся в красивые такие бумажки. И что важно также отметить, игроки, поскольку уже официально будет в декабре первенство Москвы, не первенство Москвы, а кубок, чемпионат Москвы, только для москвичей. Игроки вот с этого, с 30 ноября, с турнира, они по также очкам на Зерусского пройдут напрямую на чемпионат Москвы. Вот, в целом мы дарим, конечно, ФКС Москвы и нашего инвестора, который тоже будет на турнире, который выложил свою часть. Проведем, надеюсь, в порядке. Кстати, всех приглашаем вообще, даже тех, кто живет не в Москве, если есть какая-то возможность, приехать. Ну, в общем, надеюсь, у нас пройдет все хорошо. В целом, если... Я, кстати, это, мне там надо играть уже. А, 2 на 2 все-таки. Так что я уже вроде бы все обсудил. Да и мы, собственно, уже все обсудили. Да и мы, да, уже. Внезапно. Внезапно. Нам тоже надо идти играть. Я уже вроде все рассказал по Хамстой, так что я, наверное, пойду. А Глайд еще расскажет там для всех желающих. Да он уже все рассказал. В принципе, все, да. Только сайт, на который, может, слышали, да, goodgame.ru, там можно прочитать тоже в новости всю информацию. Не знаю, что это за сайт, но всех были рады видеть. Вот. Хэллу, удачи на турнире. Ну, это тоже, скорее, фановый турнир. Оппоненты серьезные. Да, оппоненты. Димаг, это тот турнир, который, я думаю, где Димага ждет уже в финале. Да, да, да. И в этот раз это не шутка, да. Сейчас это не шутка. Отлично. А когда это было шуткой, напомните, пожалуйста. Ну, каждый турнир, шутка, что Димага в финале ждет уже. Да. Турнир. Да, давайте прощаться. По очереди. Машим руками. Все, всем пока. Пока, ушки. По кайфу. По следу. На ютубе записи. Давайте. Пока. Всем пис. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok